Киркоров и Леп, самые дорогие звезды на новогодние корпоративы. Комсомолка написала, кто сколько стоит. Давайте вместе обсудим в этом видео. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Конечно, люди стали беднее, стараются экономить на развлечениях. Я сам сужу, потому что вел свадьбы. И точно знаю, что ведущих сейчас много, а заказов мало на свадьбе. Очень многие опросы расписываются. Нет вот этих застольй на 80 человек. Но, тем не менее, действительно есть масса компаний, которые устраивают крутые новогодние корпоративы. И чтобы коллектив, удивите, что было что вспомнить. При этом пишут, что спрос на артиста в этом году ниже на 30%, чем в прошлые годы. Люди экономят на развлечениях, а звезды все равно загибают ценник. Вот часто пишут, что Иванушки, руки вверх, дискотека, авария, хотят от 36 до 52 тысяч долларов. В районе 30 тысяч самый низкий вариант на Гутина, Баскова, Белана, Шуфутинского. И что удивительно, то Гузарова хочет столько же. Кто ее вообще слушает? Вот это да. Говорят, особенно востребованными в этом сезоне будут Басков и Лепс, потому что у них четкая патриотическая позиция, а в России это очень ценится. Самые дешевые цены из тех, кто на слуху, у кого есть хит, у Успенской, Клавы Кокки, также у Сосо, у Лолиты, Маликова, Дубцовой и у певицы Максим гонорары от 2 до 3 миллионов российских рублей. То есть примерно от 20 до 30 тысяч долларов за выступление. Конечно, далеко не каждый один человек потянет такой ценник, но если на предприятии работает, к примеру, человек 200, каждый скинется по 100 долларов, то можно пригласить кого-то из Бомонда. А если работает 2000 человек, то скидываться на долларов по 20. Ценники у так называемых звезд однозначно очень завышены, но, на мой взгляд, они формируются исходя из предложений. То есть пока есть олигархи, пока есть богатей, которые платят, до тех пор, естественно, вот эти вот так называемые звезды и не будут спускать ценник. Самые же дорогие, на новогодний корпоратив Киркоров и Лепс хотят 10 миллионов российских рублей за вечер, то есть это примерно 100 тысяч долларов. Ну и, конечно, Лепс сам признавался, что его, в основном, зовут за рюмку водки. Видно, эту песню слушают на корпоративах, как нельзя кстати. Тут Киркорова, скорее всего, будут звать либо для того, чтобы посмеяться, либо уже его единомышленники, которые тоже ценят именно такую красоту и такую пятую точку. Что думать, друзья, по этому поводу? Напишите в комментариях. Опять-таки напишите, может, к вам на корпоратив приходила какая-то звезда, либо хотите кого-то позвать. Обязательно оцените видео, чтобы вы увидели и другие. Можете подписаться и каждый день обсуждаем самое важное и интересное новости вместе. Есть вариант поддержки канала, номер карты, а также ссылка на донат в описании под этим видео. Буду очень благодарен тем, кто поможет. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин